Вечером основная масса транспорта Должен максимально выбрасываться из города И поэтому надо вот как раз открывать зеленую волну Начиная из центра и к окраинам города, куда уходит транспорт Всю информацию о ситуации на магистралях 200 видеокамер передают в центр безопасности Если на перекрестке образовалась автомобильная пробка Специалисты увеличивают до полутора минут сигнал светофора и пропускают машины Такими вот глазочками обозначены камеры видеонаблюдения, которые находятся на территории города Кроме управления транспортными потоками, еще четыре ситуационных центра Хабаровска Получают с видеокамер информацию об административных правонарушениях, а также об угонах Если такой автомобиль проехал под цифровым устройством, система КРИС сразу же оповещает полицейских Если он приедет под камерой, он нам укажет, что да, вот этот автомобиль был сегодня похищен То есть вот они, номера четко видны, все, марка автомобиля, цвет, все нам будет выведено Здесь пункт участковых полномочных полиции В этот участковый пункт полиции на улице Павла Морозова 35 видеокамер Также передают информацию со дворов жилых домов и подъездов Цифровая система собственникам трех высоток обошлась в 600 тысяч рублей Затраты, как уверяют жители микрорайона, быстро окупились Воры здесь обходят стороной велосипеды и детские коляски Находили, в принципе, 100% находили Все нарушения, которые у нас были, фиксировались, люди обращались Все были успешно найдены Жилые микрорайоны, где работают видеокамеры, полицейские называют островками безопасности Их количество с каждым годом будет только увеличиваться Все они в перспективе должны присоединиться к общей программе «Безопасный город» Задача такая Дисциплина всех, комфорт для каждого И, по сути дела, вот к этому можем прийти В системе «Безопасный город» в перспективе присоединятся учреждения образования, кинотеатры, торговые центры Также для регулирования дорожного движения и выявления нарушителей В этом году еще 10 перекрестков будут оборудованы цифровыми устройствами Развитие ТОСЭРа в краевой столице зависит от транспортной инфраструктуры 42 миллиона рублей выделено на реконструкцию улицы Донская Это позволит бесперебойно ввести поставки овощной продукции с тепличного комплекса «Авангард» в торговые точки города В ходе объезда хабаровские парламентарии обсудили планы ремонтных работ дороги Комитет по управлению районом работает в рамках своих полномочий с жителями частной индивидуальной застройки В целях приведения их ограждений в нормативное состояние Дабы обеспечить строителям беспрепятственное прохождение магистрали с устройством всех объектов инфраструктуры Как домашние, как с грядки Первый урожай томатов собрали в тепличном комплексе «Авангард» По словам агрономов, в перспективе с подвесных грядок они планируют снимать до 10 тысяч килограммов овощей в сутки Вот аэронавигация Еще одним ключевым объектом для Хабаровска является аэропорт Он недавно получил официальный статус резидента ТАСЭР Депутаты в ходе объезда ознакомились с планом его строительства Это территория большого перспективного будущего Она будет действительно привлекать уже объективно и жителей центральных и южных районов Потому что если такое сообщение, такой комфорт, конечно же не будет уже препятствий и каких-то помех Реконструкцию взлетно-посадочной полосы финансирует федеральный центр «Уже определен подрядчик» 6 миллиардов рублей частных инвестиций необходимо на возведение аэровокзала Общая стоимость работ оценивается в 17 миллиардов Анастасия Пицсон, Артургец, Хабаровская студия телевидения Правительство Индии вновь проявляет интерес к российскому Дальнему Востоку Вопросы экономического сотрудничества, а также развития территории, опережающего развития В ходе встречи мэр Хабаровска обсудил с генеральным консулом Индии во Владивостоке Нам, если даже восстановить объем экономических связей, тот, который был в дореформенный период Это было бы уже очень неплохо Потому что был большой объем поставок машиностроительной продукции, кабельной продукции, продукции леса В ходе встречи стороны проявили заинтересованность в развитии медицинского туризма и в обмене делегациями Это первый визит консула Индии в Хабаровск Для начала знакомства господин Карджи обещал устроить в Краевом центре презентацию художественного фильма И пригласить на него ведущих актеров своей страны Более 500 интернет-преступлений зарегистрировано в прошлом году в Хабаровске Для борьбы с кибермошенниками в Краевом центре создано специальное подразделение Несмотря на высокую раскрываемость, количество правонарушений в глобальной сети только увеличивается К сожалению, в отделы полиции МВД по городу Хабаровск поступают весьма часто Но в принципе, если брать статистику, в среднем в неделю регистрируется по 4-6 подобного рода заявлений Самые распространенные преступления Звонки по телефону с просьбой перевести деньги для решения проблемы близкого родственника Также популярностью пользуются покупка товаров через сайты со стопроцентной предоплатой Сегодня мы не можем представить нашу жизнь без интернета Общение, рабочий процесс, платежи, в том числе и покупки Чем больше мы совершаем денежных переводов во всемирной паутине Тем привлекательнее это пространство становится для мошенников Преступники используют все продукты технического прогресса Электронный кошелек, мобильный банк и компьютерные лжеприложения И с их помощью им удается обманывать покупателей, которые приобретают товары через интернет-магазины По статистике, каждый третий хабаровчанин совершал виртуальные покупки Недавно через интернет купила платье на Новый год, очень понравилось Практически все куплено, что на мне и на детях через интернет, удобно В погоне за дешевизной покупатели, еще не получив товар, переводят деньги на счета мошенников При этом крупные интернет-сайты предупреждают не делать этого И предлагают пользователям убедиться в надежности продавца В прошлом году было окончено производством уголовное дело В отношении гражданина, который через интернет якобы продавал снегоходы По сниженным ценам, на самом деле никаких снегоходов у него не было Никакого отношения к их реализации он не имел Просто в интернете находил фотографии Через популярный автомобильный сайт злоумышленник за месяц успел обмануть 12 покупателей На сумму около полутора миллионов рублей Жертвами стали не только хабаровчане, но и граждане других регионов Работаем в том числе по всей России На данный момент более 60 фактов пытаемся мы доказать У преступников находится на данный момент в следственном изоляторе У них изъяты банковские карты, на которые доверчивые граждане переводили свои денежные средства Масштаб от Калининграда до Камчатки По данным Управления внутренних дел, в 2014 году в Хабаровске было совершено 17 краш с использованием безналичных расчетов А уже в 2015-м более 300 случаев В рейтинге преступлений лидирует также СМС-мошенничество Их количество участилось более чем в 4 раза Фантазия и техническая подкованность преступников с каждым годом все изощренней Сотрудникам полиции приходится изучать новинки интернет-ресурса, чтобы поймать реального мошенника в виртуальном пространстве Мариана Гейт, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения Ежегодный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Новые имена» стартовал в Дальневосточной столице 750 участников приехали заявить о своем таланте Четыре дня конкурсанты будут доказывать жюри и зрителям свои способности в музыке, хореографии, изобразительном искусстве, информационных технологиях Кульминацией станет гала-концерт, в котором выступят победители конкурса Эмужин, несмотря на юный возраст, уже заслужила мировое признание Скрипачка из Монголии в 2013 году заняла второе место на конкурсе в Нью-Йорке Исполнять произведения классиков на сцене знаменитого Карнеги Холл стало пределом ее мечтаний Юнову таланту аплодировали и в концертных залах России Я в России не в первый раз, однажды выступала на концерте в Новосибирске Россия гостеприимная страна, люди очень культурные и очень любят музыку Кроме музыкального направления, жюри фестиваля выявит победителей и в изобразительном искусстве Евгений Батуров над созданием своей работы трудился всего четыре дня Его «Царица весна» написана гуашью и гелевыми ручками с элементами аппликации Мне понравилась тема весна, потому что она приходит неожиданно Для развития юных талантов в Хабаровске работают творческие центры, кружки, музыкальные школы Их воспитанники не раз становились лауреатами не только российских, но и международных конкурсов За последние несколько лет, как заявил на открытии фестиваля мэр Александр Соколов Финансирование отрасли культуры и дополнительного образования увеличилось в несколько раз В год культуры город Хабаровск в России получил первую премию в 50 миллионов рублей, благодаря которой мы направили эти средства на развитие культуры Международный фестиваль Азиатско-Тихоокеанского региона «Новые имена» проходит уже в 26-й раз В этом году в конкурсе принимают участие 6 стран, среди них Китай, Япония, Монголия, Южная и Северная Корея Финалистов конкурса жюри наградит денежными стипендиями в размере 30 тысяч рублей Анастасия Незнанова, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения